Конфуций как-то раз сказал, что если разработчики говорят о том, что контента станет меньше, то это означает, что контента станет меньше. И когда внезапно выясняется, что контента станет меньше, игроки почему-то удивляются, а почему контента стало меньше. Разработчики же говорили, что контента станет меньше, но почему его стало меньше? Ладно. Так или иначе, у нас на этой неделе Bungie выложили сразу три статейки, две статейки из дневников-разработчиков по поводу разработки рубежей будущего года Destiny 2, и вчера Bungie выложили достаточно жирный TWAP, в нем было много информации по поводу PvP, что я заигнорю, потому что я в PvP не играю два месяца, и считая, что прямо сейчас я не обладаю, как бы это сказать более мягко, не обладаю экспертизой, чтобы как-то судить по поводу текущего состояния PvP, к сожалению, многие игроки считают, что если они в игру не играют 500 лет, то они являются экспертом в каждом моменте, вот тут я в PvP не играю, поэтому буду молчать. Там Bungie перебалансирует некоторые пушки, там внесут изменения в плейлисты, там в интерфейсе, будут в очередной раз пытаться возродить трайлсы, я это все заигнорю, потому что сейчас в PvP банально не играю, здесь я умничать не буду. Однако, в этом TWAP у нас также вышла полезная, интересная и, на мой взгляд, идеальная информация по поводу контест-подземелья, но перед этим... Нет, здесь рекламы не будет. Давайте поговорим по поводу двух статей и к рубежей. Первая статейка Рейда и Данжи, и здесь на самом деле не особо, что можно комментировать, я уверен, что вы уже все сами прочитали, посмотрели других ребят. Некоторые игру убивают окончательно в сотый раз, некоторые говорят, что все будет балдеж. Я здесь занимаю нейтральную позицию, о чем у нас здесь была речь. В дополнение Аполлон, который у нас будет первый в рубежах в будущем году, у нас выйдет рейд. Совершенно новый. То есть, это будет там не машина, не истебители прошлого, именно новый рейд. И во втором дополнении, который чудище, бегемотик, у нас выйдет новое подземелье. То есть, по сути, в будущем году у нас станет меньше данжей. Было два, станет один. Рейдов у нас стало уже меньше. Если вы помните, то у нас в Банже на протяжении скольких? По-моему, трех лет, могу ошибаться. Выпускали новый рейд по ходу года и выпускали рейд из первой части. У нас в Банже вернули хрустальный чертог, крах кроты и гибель короля. К сожалению, мой любимый рейд, гнев машины, ярость машины, неважно. Видимо, у нас не вернется в ближайшие года три как минимум. Так что глобальная новость в том, что у нас, начиная с будущего года, на протяжении какого-то времени, а возможно и навсегда, будет только один рейд и один новый данж. К счастью, разработчики по ходу поняли, то ли исходя из циферок, то ли исходя из фидбэка игроков, что продавать подземелье как отдельный контент – это плохая идея. Как вы знаете, у нас данжи продаются, они входят в состав Делюкс издания года, какого-то дополнения, либо их можно купить отдельно с помощью ключика подземелья. Этого больше не будет. Вы покупаете дополнение чудища, и вы получаете доступ к данжу. Вопрос закрыт. Это касается и рейда. Вы купили Аполлон, вы получаете доступ к рейду. Здесь разработчики, как бы это помягче сказать, как вы знаете, в рейдах у нас есть определенный таймгейт. У нас постепенно выходят челленджи, у нас через 3-4 недели, бывает и меньше, выходит мастер-версия. И там только спустя месяца-полтора после релиза можно получить печать рейда. У нас это никуда не уйдет, но здесь одна очень интересная деталь. Как говорят банджи, они хотят внести некоторые изменения в формат рейдов. И пока что они об этом подробно говорить не хотят, но вот что они рассказали. То, что я уже говорил, что рейды на сложности мастера у нас никуда не уйдут. Однако, они были... Банджи не слишком сильно меняли модель мастер-рейдов, и они решили ее встряхнуть с выходом Аполлона. Теперь вы после выхода вот этого нового рейда, все новые рейды, то есть в Аполлоне и позже, вы сможете сами настраивать себе сложность и испытания. Будет выбор модификаторов, которые банджи назвали подвиги. Они позволят вам добавить в рейд какие-то новые правила, вроде испытания на время, там, более сложных врагов, или другие модификаторы, которые будут уникальны для каждого рейда. То есть, по сути, не то чтобы банджи у нас возвращается к системе первой части или Левиафана, когда у нас на мастер сложности, на второй сложности были другие немножко механики, более усложненные и более жирные мобы, но банджи наконец-то решили хоть как-то стряхнуть мастер-версию. То есть, помимо того, что у нас будет, скорее всего, также занижен лайт, у нас появится больше кастомизации. Соответственно, прохождение такого контента даст вам больше наград эксклюзивных, вроде там какие-то пушки и даже катализатор на пушку этого рейда. Это на самом деле крутая новость, потому что у нас по какой-то неизвестной причине банджи в рейдах каталики не делают. Но, Сёма, вообще-то банджи делают каталики. У нас же есть каталик на мифоборец вексов, на касание злобы и на некробизну. Это верно. Речь про рейды из второй части. У нас только Левиафан имел катализатор на экзотик с рейда «Легенда об Акрии». Да, у нас, конечно, еще были каталики на Тереса и на Симулянт в рейд-логовах, но те экзотики были не из рейда. Так что это хорошая новость. И это не всё. У нас банджи будут таймгейтить выход контент рейда. Что имеется в виду? У нас в начале года выходит новый рейд, и затем в большом апдейте банджи будут этот рейд немножко менять. Они могут добавить там новые пушки, там какие-то новые правила, новые условия, и даже, возможно, новые энкаунтеры. Это всё звучит так, как будто банджи хотят вернуться к системе рейдов вроде того, что было в Левиафане, где у нас были три энкаунтера и боссфайт, да? Здесь я не буду гадать. Я надеюсь на то, что вот эти слова банджи, которые тут красиво пишут, они всё-таки подразумевают то, что у нас рейды именно по своей жирности не станут меньше на релизе, а просто будут получать больше контента там через месяц, два или три. Будем смотреть. Но в любом случае здесь важно понимать, что рейдов у нас станет меньше. У нас было два, теперь будет один. У нас уже один. Это касается и данжей. Начиная с фичквина у нас выходило два данжа в год, и они у нас были в комплекте дополнения в делюкс создании, или их можно было купить отдельно в ключике подземелья. Как я уже говорил, этого больше не будет. У нас будет данж в составе аддона, но будет только один в год. В данже у нас банджи хотят сделать больше пушек на уровне рейда. То есть там шесть штук, да? У нас в рейде шесть легендарных ганов и один экзотик. Это тоже как бы новость негативная. У нас будет меньше данжа, и здесь что есть, то есть. И также разработчики хотят, чтобы в конце каждого года в последнем большом апдейте у нас было событие наподобие пантеона, где банджи возвращается к более старым рейдам. Там их как-то немножко апдейтят. В общем, будем смотреть. Здесь как бы комментировать реально нечего. У нас будет меньше контента. Что есть, то есть. Переводя на русский язык, у банджи просто нет ресурсов, чтобы делать только же контента в адгейме, как было раньше. Вот и все. То есть здесь там не нужно гадать там или струклить теории заговора о том, что банджи просто хотят как-то вот это подкорректировать. Там рейды будут лучше, чем раньше. Может быть. Может быть. Но это уменьшение получаемого контента. Здесь комментировать реально нечего. Что есть, то есть. Вторая статейка, которая на самом деле, на мой взгляд, играет большую роль, чем статейка про рейды и данжи. Сейчас поясню почему. Банджи уже рассказывали в прошлых статейках, что они планируют в Аполлоне, в рубежах, ввести систему настройки сложности и добавить более полезные награды. Вы там закрываете самую высокую сложность, получаете пушку пятого тира в адепте. Как пример. Вместе с этим у нас банджи хотят серьезно переработать геймплейный челлендж. У нас бывает челлендж в виде механик, и бывает челлендж в виде мобов. Банджи хотят изменить систему модификаторов у мобов. И как они говорят в этой статейке, вернее, как пишут, основная проблема заключается в том, что проходить одну и ту же миссию сто раз бывает скучно. И они хотят это исправить. Они хотят, чтобы миссии при повторном закрытии были более разнообразными и давали больше челленджа и непредсказуемости. И банджи это сделают с помощью системы модификаторов. Во-первых, у нас мобы будут получать так называемое проклятие. Бэйны. Это добавление механик мобов, которые вас сподвигнут играть немножко по-другому. Они будут появляться рандомно. То есть не будет, как с воителями, у тебя стоит там всегда барьер, там всегда появляется анстоп, такого не будет. Эти штуки будут появляться рандомно. Вот таких два модификатора у нас появятся уже в эпизоде Ревенант. Не упокоен. А именно Метеоры и Шок. Метеор это у нас рьюз механики с налета Арина Доказательства, где босс отправляет шарики сверху. И Шок это что-то вроде Джолта. Здесь есть видосики, вы сами можете посмотреть. Также банджи рассказали про другие такие моды. Например, Берсерк. Убиваете врага, другие получают энрэйдж. То есть они будут вас, по сути, пушить. Мордобой. На мобе висит чит. Пока вы не дадите милишку, этот чит не собьется. И, наверное, самый прикольный это ядерка. Я пошутил бы, но не буду. Так или иначе, накапливает моб ядерность. Если его не убить вовремя, то происходит бум, который наносит достаточно большой урон. Вот эти модификаторы, не сказать, что они какие-то прямо insane. Такие модификаторы бывают в разных играх, вроде Варкрафта, в тех же данжах, где мобы там как-то меняются или еще что-то. Но вот эти модификаторы, они действительно помогут разнообразить игру. Я не думаю, что вот эти модификаторы способны как-то очень сильно игру встряхнуть. Но здесь я согласен с Телесом Банжи про то, что закрывать одну и ту же миссию сто раз подряд, это скучно. Особенно, когда награда того не стоит. Классовые предметы экзотные, да? Поэтому то, что у нас вот такие геймплейные штуки появятся, на мой взгляд, это однозначно плюс. Решит ли это проблему реиграбельности глобально? Скорее всего, нет. Но если мы будем связывать такие модификаторы и настройку сложности, личную, да, возможно, это будет смотреться хорошо. Но здесь один очень важный момент. Все это не имеет никакого смысла, если награда не соответствует сложности. И, к счастью, к счастью, походу Банжи это начали осознавать и в подземелье Веспорс Хост, у нас на русском языке еще нету, да? Да, на русском пока что нету. В данже, который у нас выйдет какого-то 10-го числа вроде, да? В октябре 11-го, у нас будет внезапный контест-режим. И то, что в нем Банжи сделали, это абсолютно идеальный расклад. Во-первых, у нас будет гонка за первое место в мире, как и с рейдами. Это, на мой взгляд, забавно, но почему бы и нет. Три команды, которые закрывают первыми, выигрывают гонку. И все. Какие будут изменения по сравнению с рейдом? Во-первых, я про это говорил на стриме, писал про это в телеге, но делать контест обязательным и, простите, не давать игроку выбор, пойти в контест или в нормал, это была бы абсолютно безумная идея. Очень тупая, потому что вы и так игроков теряете, и делать обязательный контест в данже на первую сроку в семь часов, это было бы глупо. К счастью, Банжи это задоджили. Как только три команды в мире закрывают данж, для всех откроется нормал. Я думаю, что контест, наверное, закроют за час-полтора, наверное, плюс-минус, да? Там будут также некоторые изменения по механикам, вернее, по критериям контеста. Но три команды закрывают контест-рейд, и открывается нормал для всех. И дальше игрок решает сам. Либо я иду в контест, либо я иду в нормал. Зачем мне идти в контест? Смысл есть. Закрываете контест за 48 часов, да? Вы получаете уникальную бремку, как в рейде, и вы получаете гарантированно экзотик с подземелья. Это у нас будет айсбрекер с большей долей вероятности, поэтому это круто. То есть тут есть смысл закрывать более сложную активность. У тебя уникальный лут и гарантированный экзотик. Но если ты этого делать не хочешь, ты просто часик-полтора ждешь, пока команда эссины закроет данж, и идешь закрывать нормал. Абсолютно идеально. Вот прям здесь мой жирный лайк. Кто любит челлендж, пойдет закрывать челлендж. Кто хочет отдохнуть, или пройти данж без там лишней сложности, пойдет играть в нормал. Абсолютно идеально. Я думаю, что подождать час-полтора это далеко не проблема. 48 часов это да, совершенно другая история. Представьте, что игрок, который дропнул игру там на месяц, возвращается ради данжа, и он игрок казуальный. А он тут видит, что в данже контест. И он такой, я пошел дальше играть в Тетрис. Здесь подождать полтора часика, и у вас будет нормал. Это очень круто. Какие у нас будут отличия в контесте? Будут более агрессивные мобы. Также у нас будет система воскрешения как в легендарной сюжетке с токенами. И некоторые энкаунтеры будут иметь энрэдж механику. Видимо, у нас это будут босс-файты, да? Ну и разумеется, у нас будет заниженный уровень силы. В принципе, все. Вот если вот такая философия у Банджи будет применяться ко всей игре в будущем, то это гуд. Потому что, повторюсь, я люблю в игре челленджи, но здесь нужно учитывать очень много деталей. Нужно учитывать игроков, которые челленджа не хотят. Давайте им играть в обычную сложность. Банджи это сделают с помощью открытия нормала для всех игроков через полтора часа. Если игрок идет играть в более высокую сложность, ему нужна хорошая соответствующая награда. Банджи это сделали. Вот такие, ребятки, новости. Данж будем смотреть. Надеюсь, что данж будет балдежным, потому что по цене был балдеж, а данж с призраками был не очень. По поводу рейдов и данжа опять-таки грустные новости, что есть, то есть. По поводу модификаторов будем смотреть. Это позволит разнообразить игру, но насколько сильно это поможет игре, кто его знает. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok